Здравствуйте! В эфире тема дня в студии Глеб Смольков. Закончилась череда новогодних праздников и для многих первые рабочие дни переносятся тяжело. Мы пригласили в студию специалистов, которые помогут нам разобраться в вопросе и поделиться советами, как справиться с последствиями после новогодних застолий. У нас в гостях психолог Елена Вячеславовна Шеметкова. Здравствуйте! Николай Петрович Кириленко, доктор медицинских наук, профессор, диетолог. Добрый день! Добрый день! И Андрей Саковнин, фудблогер. Здравствуйте, Андрей! Здрасте! Мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 300-190. Ну и хотелось бы, конечно, задать первый вопрос Елене. Вот как справиться нам со стрессами и апатией? Действительно, после Нового года часто люди сталкиваются с тем, что начинается посленовогодняя хандра. Ее называют еще посленовогодней депрессией. Ну так депрессия, понятно, что условно. Как лучше всего с ней справиться? Резкий выход из праздников, конечно, вызывает стрессовое состояние, как вы правильно сказали, напряжение. И человек действительно сопротивляется. Тяжело вставать, потому что график был нарушен во время наших праздников. Все мы ложились очень поздно, мы, соответственно, и вставали очень поздно, и сейчас вставать на работу сложно. И вопрос с едой, и вопрос с тем, что действительно праздники закончились, и, соответственно, весь антураж праздничный тоже закончился. Что лучше сделать? Потихонечку входить в режим, конечно, свой, раньше ложиться, раньше вставать, вернуться к занятиям обычным, если есть фитнес-тренировки какие-то, или просто прогулки хотя бы легкие. Также я бы рекомендовала не сразу убирать елку и не сразу разряжать весь дом, потому что ощущение праздника пусть оно продлится на неделю, либо еще на две недели, потому что дает ощущение несколько праздничного настроения, потому что снега у нас мало сейчас, и ощущение зимы правда мало. И праздничное это состояние, оно может продлиться, помочь продлиться ему. И, безусловно, важно прогулки, дневные прогулки. Если есть возможность в обед сходить прогуляться, хотя бы полчаса, сходить на свежий воздух, потому что все-таки достаточно много темноты, скажем так, света мало, сейчас от того день короткий. И обеденное время прекрасно для того, чтобы насытиться светом, немножко поднять свой эмоциональный фон. И, конечно, приятны будут, я думаю, что прогулки и с детьми, и с семьей, если такая есть возможность, либо с друзьями, выходные дни, опять же, в светлое время суток, и прекрасно, мне кажется, можно за городом погулять где-то для того, чтобы как-то, правда, еще продолжить ощущение такой вот праздника семейственности. Ну, как-то так. Андрей, вот существует ли какая-то методика, что кушать после новогодних праздников, чтобы было хорошо на душе и не так печально после? Методика, что кушать после новогодних праздников, спрашивать у футблогера, я, потому что, я, скорее всего, не представляю темную сторону силы, потому что я вот за то, чтобы и кушать вкусно на все новогодние праздники, потому что это моя стезя. И когда праздники заканчиваются, я за то, чтобы не заканчивать вкусно кушать, потому что это просто немного изменить свои гастрономические привычки, то есть поменять продуктовую корзину, посчитать, как ты иначе будешь строить свою следующую неделю, выписать, что ты будешь готовить, делать не такие жирные блюда, потому что ты ел все выходные мясо, ты все выходные ел, майонезные салаты, все очень тяжелое, кучу хлеба, выпечки, сладкого. И вот постараться, чтобы всего этого, чтобы хотя бы не так много было, не вообще убирать, чтобы хотя бы было не так много, потому что совсем убирать, это правда, это пропадет ощущение праздника, мы поймем, что все, опять будни, депрессия, надо все, вот, черт, работать. Ну, поэтому надо просто меньше этого всего, но не переставать себе баловать, как мне кажется. Хорошо. Отлично. Николай Петрович, а вот подскажите, как диетолог, как нам все-таки справиться с последствиями переедания в новогодние праздники, и какое-то лекарство для этого есть? Ну, у каждого свое лекарство, но я тут подержу Елену, должен быть позитив. Да, был праздник, и замечательно, а теперь вы должны в каждом последующем дне и в этапе жизни тоже находить полезность для себя. Полезность для себя, хотя бы посмотреть на свое здоровье и перестроиться. Да, начало новой жизни, да, праздники кончились, да, было тяжело, да, сейчас тяжело адаптироваться после праздников. Давайте начнем новый этап жизни, я имею в виду формирование здорового питания, здорового образа жизни, вот, и здоровое питание. Постепенно, постепенно будем делать, чтобы не было насилия над собой. Посмотрели, как это тяжело праздники переносить, они действительно, да, и действительно организм страдает, и действительно у нас потом после праздников от соленой пищи давление повысится, и глюкоза тоже повышается, и холестерин повышается, да, им это только на ощущениях своих, да, вот, тяжело, стало тяжело просыпаться, какие-то мысли нерабочие, как будет дальше. Пускай будет это отправной точкой для того, чтобы вы все-таки задумались о своем здоровье и перестроили хотя бы в плане питания. А питание что? Облегченный вариант. Уменьшите, надо уменьшить весь тот объем, который был в Новый год, да, можно постепенно, можно сразу. Все это зависит от здоровья, от вашего здоровья, от возраста. Молодым, у которых нет тяжелой соматической патологии, легко и просто они это перейдут на новый образ жизни в плане питания. А если есть какие-то проблемы со здоровьем, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то здесь надо дробное питание, там, 6 раз, может быть, и 7 раз дробно и небольших количествах, чтобы снизить ту нагрузку на органы пищеварения, которые были за новогодние дни. Если это давление, каждый человек знает о своем, примерно, здоровье, да, особенно с возрастом, есть давление, нет давления, то надо меньше добавлять соли в пищу потихонечку, потому что праздничный стол, как Андрей сказал, да, там, вкусно, жирно, соленое, да, у кого есть давление, тот меряет давление, смотрит, да, оно повысилось. Оно обязательно повысится, даже у молодых. Мы вот со студентами 6-го курса проводили такое исследование, делали опрос, спрашивали, кто сколько ел, у нас есть компьютерная программа, оценивали потребление соли, я измерял утром давление, и те, кто студенты молодые, больше потребили соли, у них были выше цифры давления. А понятно, что с возрастом это давление еще больше повышается. Поэтому вот плавный выход, потому что резко, всегда тяжело, напряженно для организма. А если будет плавно делать в удовольствие и помнить о своем здоровье, то, думаю, вот таким образом можно будет выйти из, в том числе, из этого посленовогодней депрессии. Елена, а вот скажите все-таки, как еда или переедание сказывается на нашем психологическом состоянии? Существует ли какая-то прямая зависимость? Да, есть такая зависимость. Большинство людей после переедания испытывают чувство вины. И очень многие после новогодних праздников, одевая привычную одежду, понимают, что что-то пошло не так. И она там либо мала, либо она вообще не одевается. Даже такое бывает. Это как раз о том, что говорил Николай Петрович, об отеках больших достаточно. И тогда чувство вины возникает очень большое. Человек хочет себя наказать за то, что он переел, он съел слишком много и начинает активно заниматься фитнесом, или садится на очень жесткие диеты, там вообще ничего не есть. Испытывает сильную тревогу. А тревога – это вообще характерное такое послепраздничное состояние для людей, потому что алкоголя достаточно много бывает в празднике, а в похмелье всегда людей сопровождает тревожное состояние. И, конечно, когда праздники заканчиваются, большинство людей сталкиваются с тем, что появляется и тревога, и чувство вины. И такой коктейль достаточно сложный психологический не позволяет человеку чувствовать себя комфортно и входить плавно в ритм жизни. И это его подгоняет на то, чтобы что-то делать резко, быстро. Либо попадает в такое состояние хандры, или, как называют, посленовогодняя депрессия. Так называемая. Здесь лучше всего, конечно, как с чувством вины, так и с тревогой все-таки попробовать разрешить себе на праздники. Вот Андрей сказал про то, что не стоит резко менять. Я с ним согласна абсолютно. Это действительно булочки, плюшечки, все, что человек там любит и ест. Оно, правда, легкий такой выход, оставляя что-то разрешить себе, что да, это были праздники, и потихоньку я войду в ритм. То есть 9-10 дней, 11 дней. И человеку нужно потихоньку будет возвращаться к привычной, к обычной жизни, где он ел обычную еду, занимался спортом, гулял, то есть ввел обычный образ жизни, который для него, собственно, был присущ. И если говорить еще о чувстве вины, важно себя в этом месте тоже простить, разрешить себе этот период, как период праздничный, отдыха и расслабления. Многие фитнес-тренеры даже рекомендуют в период праздников, ну, немножко позволять себе больше, чтобы было ощущение, что действительно как-то я могу расслабиться. И потом войти в норму, войти в форму, в обычные какие-то такие моменты. Мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее телефон прямого эфира 300-190. Звоните. В студии программы «Тема дня». Сегодня, уважаемые гости, для мною присоединившись, телефон прямого эфира 300-190. И у меня в продолжении нашей темы новогодних праздников вопрос к Андрею. Какое у вас все-таки самое было любимое блюдо или несколько на новогоднем столе? Было любимое блюдо, я родом сахалина, поэтому, наверное, самое привычное, что я видел на новогоднем столе, это бутерброды с икрой, потому что, ну, сахалин, рыба, икра, сами понимаете. А когда я приехал сюда, я стараюсь каждый год встречать вот по-новому в плане стола. То есть я люблю разные гастромические изыски, поэтому стараемся готовить разные блюда. Вот в этом году мы старались сделать много всего с мандаринами, потому что мандарины, они равно новогоднее настроение, равно праздник, Новый год. И мы сделали салат с мандаринами, мы сделали филе мандаринов, то есть очистили их полностью от всего, что не мякоть. Я смешал это с рукколой, со свежей мятой, сделал заправку из лимона, лимонного сока, оливкового масла и бальзамики. И нарезал парму, вот, может, знаете, и все это смешал. Это получилось потрясающе, это очень пахло, это было очень свежее. И классно сочеталось со всякими остальными жирными блюдами, вроде буженины, потому что ты ешь сначала соленое и жирное, и потом ты ешь что-то свежее, такое ароматное, что-то, что напоминает тебе лето, пахнет мандаринами, у тебя включает ностальгию, такая комфорт-фуд. И поднимает настроение. И поднимает настроение, конечно, потому что это целое веяние есть в кулинарии, называется комфорт-фуд, комфортная еда, это еда, которая побуждает у вас такие воспоминания о детстве, что-то вот там мамина солянка, там бабушкины, не знаю, бабушкины пельмени, вот это вот все такое, и этот салат, вроде комфорт-фуд, он очень взошел, ну, в общем, его не было, через какой-то момент его просто, он был пустая, вот такая миска, вот, поэтому это из таких последних открытий, я вот вам расскажу. Ну, вот говорили про икру, там очень много соли, вот, Николай Петрович, скажите, пожалуйста, о соли вообще. Да, мы уже о соли говорили, я упоминал, конечно, праздничные столы, они салаты, майонезы, да и вообще с солем, но я думаю, овощный салат-то вы не солили, нет? Овощный салат? Да, вот с мандаринами, с фруктами. Нет, там же есть бальзамика, да. Да, это хорошо. Вот этот салат, он прекрасен. А так, конечно, мы соли очень много потребляем, и вот потом на следующий день, даже в течение двух-трех дней, ощущаем, можно человеку ощутить у себя последствия от избыточного потребления соли, особенно если человек страдает повышенным давлением, вот, и он может, там, два-три дня у него цифра давления быть выше, чем обычное его обычное давление, там, на пять, на десять, даже на пятнадцать миллиметров рдутную столбу. И как раз это связано с избыточным потреблением соли. И, к сожалению, вот человек привык, да, и вот как нам с этим справиться, особенно за столом, праздники, человек расслабился, вот ему, скажем так, надоело целый год соблюдать здоровый образ жизни, здоровое питание, и вот он тут налегает, да, для него это расслабление, нет проблем, но проблемы будут, и, к сожалению, они вот нарастают из возраста, с увеличением возраста. Мы проводили такие исследования, да, это и зарубежные, и другие научные исследования, что с каждым годом, с увеличением жизни человека увеличивается и давление пропорциональное. И если это давление, даже вот мы проводили исследования у школьников уже, вот смотрите, пятый класс и девятый класс, да, что там разница, четыре года, но среди школьников девятого класса значительно больше лиц с повышенным артериальным давлением, уже с детства такое. А с возрастом, понятно, это цифры нарастают, нарастают, и когда человеку за 60, за 70, почти 50, 55 процентов повышенное давление, вот им, конечно, надо думать, как себя вести в новогоднюю ночь, в праздники, сколько можно потребить. Да, можно, все, но съешьте понемногу, не обязательно даже того прекрасного салата много съедать, потому что вы что-то много одного съели, другого не доели, а человеку надо все время и другие питательные вещества, а не одни мандарины, там, витамин С, я понимаю, оранжевый цвет красиво, интересно, да, но можно здесь съесть что-то и зеленое, то есть разнообразие должно быть, да. Ну и традиционно у нас же тоже бутерброды с маслом и с красной икрой, я думаю, у нас всегда это на столе, да, под шампанское, под еще что-то, как бы тоже атрибутика не только на Сахалине у вас там, но у нас это тоже придерживается. Но опять говорю, немного. Вот один бутерброд съели, и замечательно. Это еще и от качества икры, наверное, зависит, потому что не всегда качество продается. Да, 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 вот качество, конечно, да, но и цена, конечно, если мы вспомним про черную икру, это я тут был в Москве, да, в Елисиевском магазине, там небольшая баночка 36 тысяч рублей черной икры. Я хотела добавить к Николаю Петровичу и к Андрею. Андрей сказал о таком салате там, да, интересном. И он легкий такой, да, вот он пока рассказывал это, думаю, да, действительно надо приготовить что-то, правда, интересное. Но большинство из нас, там, да, россиян, мы привыкли к тому, что традиционно наш стол достаточно такой нагруженный, там, салаты тяжелые. И это идет из поколения в поколение. Если, там, моя мама готовила оливье, то я буду там своим детям тоже транслировать, там, да, готовить эту еду. И, соответственно, вот сам стол очень тяжелый. Но и богатство стола традиционно для русских людей является то, что я как будто в Новый год делаю такой вот аванс, что я смогу быть такой, ну, достаточно с таким наполненным столом весь год. Это чисто психологический срабат. Поэтому люди ставят на стол много еды, там, да, и посмотрят, что стол ломится. И тогда, как говорил Николай Петрович, по чуть-чуть, там, да, можно все попробовать. Но это, правда, бывает очень сложно, когда икры много, там, да, стоит бутербродов, там, с икрой, там, с икрыбой. И выкидывать жалко. И выкидывать жалко, да. И все знают шутки, которые там есть в соцсетях по поводу того, что вставай, нужно доедать там салаты вчерашние, позавчерашние. И, соответственно, конечно, люди готовят очень много. Столько много, что они не съедают. И, соответственно, начинается пытка едой. И последующие дни такая пытка тем, чтобы доесть. Потому что психологически важно, чтобы стол ломился от еды. Не столько нужно съесть, сколько это, правда, психологически такая традиция. Да, это ментальность. Такая у нас присутствует. Это действительно так, когда люди действительно приходят за стол, на столе малой еды или там салат с мандаринами, точно не все оценят такой салат. Скажут, а где оливье? А что поесть там? Да, где поесть там, где еда? Потому что, правда, привыкли к тому, как это есть. А здесь традиции. И традиции с едой в России, они такие очень тяжелые. Еда очень тяжелая, праздничная. И в ней всегда очень сложно и очень тяжело. Если даже мы живем своей семьей уже, более молодые, то, приходя к родителям, мы все равно сталкиваемся с тем, что там остался вчерашний оливье. Да, Андрей, это не бывает. Видимо, знать, на который нужно там, ну, доесть там, да, его. И психологически еще не скоро, мне кажется, мы выйдем из того, что стол должен быть переполненный. Не такой там, да, интересный, там, с какими-то особенностями, там, мандарина с рукколой, там, да, интересно. А сколько, правда, привычный и традиционный. То есть он должен быть переполнен от еды, от всего. Потому что закупки в магазинах перед Новым годом, они какие-то страшнейшие совершенно люди, когда скупают всю эту еду. Я всегда удивляюсь, вроде, ну, второго числа все работает. Даже первого, по-моему, с обеда уже все. И первого работала. Да, и первого с обеда. И первого с 12 у нас работает. Как будто люди уезжают на неделю куда-то. А 31 целый день с большими колясками, целый день с тачками выезжают, выезжают, это ужас. Да, потому что большой, наполненный едой стол, это богатство. Это такой аванс на богатство в будущее. Ну, вот, к сожалению, там, да, это так. Из-за этого тоже происходит такое переедание. Потому что для людей еда равно, к сожалению, вот этим вещам. И то, чего тоже не хватает большинству россиян, то, что за столом не только есть, можно, ну, можно веселиться, играть в шарады, настольные игры, просто танцевать, двигаться. Когда ты двигаешься, что-то делаешь, у тебя праздник, ощущение праздника не только от еды. А если человек просто сидит, вся семья включила телевизор, они сидят и до трех часов пытают себя едой. Там, да, ну, потому что делать больше нечего. Трудно держаться, когда еще и потребляется алкоголь, да? Вот так, да, особенно выпил, там, рюмочка две, расслабился, идет закусочка, закусочка опять жирная. И вот тут вот с контролем очень тяжело бывает в этом плане. И еще один момент. Вот вы сказали, да, у нас традиция, традиция. Наверное, это традиция на генетическом уровне. Потому что, ну, наше старшее поколение помнит, как было тяжело, как были голодные годы, да, как послевоенные годы. И все-таки у бабушек, у дедушек, у наших это заложено. И они говорят, да, вот мы помучились, давайте, чтобы наши дети, наши внуки жили прекрасно. А жизнь прекрасно ассоциируется с хорошим, с добротным питанием, вкусно, сладко, жирно. Вот вот эти моменты тоже необходимы. Семейные традиции, их как-то надо учитывать, особенно в новогодние дни. Вот еще, Николай Петрович, вопрос по поводу блюд, от которых все-таки чаще всего становится плохо нам, если есть какая-то статистика. Блюда, блюда, но если сказать о конкретных блюдах, то это индивидуальная переносимость только. Да, и каждый человек знает, что он переносит, что не переносит. Женщины чаще не переносит жирные, соленые, потому что у них чаще проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если грубо сказать, мужику здоровому, это все равно. Он выпил, он есть все, что угодно, у него желудочно-кишечный тракт не страдает, на следующий день не будет никаких проблем. И он в этом плане, мужчины, они хуже придерживаются здорового образа жизни, здорового питания, поскольку, ну что, я съел и выпил, и чуть-чуть там с утра плохо, и все будет хорошо, ничего не беспокоит, никаких обострений нет. Елена, вот скажите, пожалуйста, все-таки по психологическому состоянию человека, после новогодних праздников, сколько все-таки период выхода из этого всего у среднестатистического россиянина? Все очень индивидуально, в зависимости от того, как человек живет, с кем он живет. Потому что кто-то живет в семье, кто-то живет один. Соответственно, когда мы в семье, вот в этом плане нам проще, потому что есть партнер, который помогает тебе выходить, там муж или жена, и дети, которые, в общем-то, меньше страдают хандрой после новогодней, и они очень активны. И родители, по статистике родителей, у которых есть дети, они более активны и меньше набирают новогодние праздники, потому что дети, в общем-то, ну если мы берем детей там до подросткового или там младше подросткового возраста, они активны. И они дергают и, в общем-то, не дают впадать вот в это состояние ни хандры, ни депрессии, и выходят люди быстрее. Соответственно, людям одиноким это, конечно, сложнее. Они, во-первых, и тяжелее в праздники заходят, из праздников в праздниках находятся, и из праздников выходят. Потому что наблюдают за тем, что все семьями, большими компаниями, одиночество усиливается. И в послепраздничных состояниях одиночество тоже усиливается еще больше. И они рискуют попасть в такое длительное, затяжное состояние низких эмоциональных состояний. То есть там настроение падает, апатия, близко к депрессивным состояниям какие-то состояния психологические. И, конечно, если говорить о том, как выходить из этих состояний, то включать максимальную эту активность не только в том, что сам куда-то ходишь. Желательно продолжать все-таки хотя бы чуть-чуть, может быть, посещать какие-то заведения, где вкусно кормят, интересно. Возможно, каток, хотя сейчас, конечно, это очень сложно по нашим погодным условиям, просто гулять, ходить к друзьям в гости, максимально нагружать себя какими-то социальными контактами, походы в кино, в театры. У нас прекрасные два театра в городе, или для маленьких еще третий есть. Это позволяет насытить и вернуться потихоньку в процесс естественной жизни. И еще одна очень важная вещь, то, что советуют все психологи, я тоже рекомендую клиентам, составлять некий такой себе план до конца месяца. Составить план выхода в нормальную, в обычную жизнь. То есть потихонечку вернуться на фитнес, вернуться к правильному питанию, сделать такие-то, такие-то дела. Когда мы заставляем себя структурировать, или включаемся в структуру, то это позволяет нам мобилизоваться, собраться и больше адаптироваться к тому, что происходит. То есть больше включиться в обычную жизнь. Вообще после праздников и после отпуска это вообще хорошая практика. в последний день составить себе список, некий список дел. Того, чтобы позволить себе. И начать в этот же день выполнять что-то. Пусть минимально, совсем немного, но начать выполнять это дело. На эти дела. Вот еще бытует мнение, что, ну вот сейчас даже тенденция к тому идет, что россияне в большей степени проводят Новый год в ресторанах. Да? И переесть там, конечно, сложно, но возможно. Вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, как все-таки, правда ли, что сейчас больше люди, конечно, стали встречать Новый год и праздники вот в таких вот местах? Сейчас просто у людей есть потребность провести Новый год не просто сидя за столом, объевшись, опившись, а провести как-то весело, интересно, чтобы были какие-то воспоминания, были какие-то видеозаписи, были фотографии, были впечатления, чтобы потом тебя спросили, а как ты встретил Новый год? А ты бы сказал, я встретил вот так-то, вот так-то, видел вот это, вот это. Поэтому, да, а часто наши рестораны поняли, что, ну не только наши, вообще мировые, поняли, что есть потребности, нужно на эту потребность ответить, и они делают каждый, кто во что гораст, кто делает какую-то живую программу, кто-то делает потрясающие фуршеты. И действительно, в этом году, еще, наверное, ну, в начале декабря гигантское количество наших тверских заведений было уже полностью забронировано, от 25 декабря по 31, и в 31 было, ну, практически невозможно куда-то попасть, а если и было, то, ну, это были серьезные суммы, и ребята, которые, ну, владельцы ресторанов, рестораторы, шефы, они сделали реально хорошие, интересные мероприятия. То есть, в некоторых местах, там, 31-30 я был, смотрел, как они украсили, видел программу, это было действительно интересно. Я сам даже думал в этом году, попробовать первый раз вот отметить заведение, но все равно, дружба она взяла свое, я встретил с друзьями, но, да, хотел в первый раз в этом году как раз пойти в ресторан. А примерно какие вот программы там проводят, что делают с людьми? Ой, всего. Из того, что я знаю, есть фокусы, одни делали то, что целый вечер, это было не выступление на сцене фокусника, да, фокусник был в этом ресторане, он подходил к людям, и каждому делал свой локальный праздник. Подходил, вот здесь сидит в компании, он подходил, и там что-то с ними как-то играл, вот. А в одном заведении была огромная живая программа, вот сначала и до конца у них было свое поздравление, свое отмечание, свой бой курантов, свой Дед Мороз, своя Снегурочка, ну вообще все. Вот, другие ребята подошли очень круто, они сделали не просто вот как мы привыкли, вот мы идем на новогодний корпоратив, там, или просто отмечать Новый год, и это будет большой стол, там, горячее, все, вот это серьезно, нет, там вообще ничего этого не было, там не было практически еды на столах, кроме фруктов, там был только фуршетный стол, огромный такой фуршетный стол, хотел что-то попробовать, вот езжу закуски, потому что нужно танцевать, веселиться, не нужно себя переигрывать, не надо правильно сидеть и пытать себя едой несколько часов, просто нет, ну вот иди, гуляй, общайся, захотел что-то вкусно попробовать, это именно было про гастрономию, то есть это было за вкус, за интерес, за что-то такое необычное, не просто наесться, а что-то попробовать интересное, много классное, вот как-то так. Спасибо. Николай Петрович, вот вопрос следующий, вот обилие еды на новогоднем столе, смесь вот этого всего, как она оказывает влияние на наше здоровье? Я уже отчасти говорил, да, действительно, вот это обилие, и наши традиции, и семейные традиции отмечать Новый год, да, и дома, конечно, нет такой подвижности, как мы говорили, и вот этот объем, большой объем пищи очень отрицательно влияет на здоровье. Мы проводили такие исследования, сейчас проводим в торговых центрах, нам приходят, мы иногда определяем холестерин, глюкозу, и спрашиваем, когда человек поел. И вот оказалось, что вот эта глюкоза, которая после еды, так называемая, постпрандиальная глюкоза, она очень повышается, и как раз вот это-то и плохо для здоровья. Это отрицательно влияет на сосуды. Сосуды, если можно так сказать, трещат, они страдают. А потом на этих местах, где трещинки, откладывается холестерин, и образуются те бляшечки, тот склероз, о которых все знают, да, но проблема в том, что это развивается постепенно, десятилетиями, два, три, четыре, и проявляется через, когда человек 40, 50, 60 лет, то есть человек не осознает, что вот я так питаюсь, у меня поэтому болезни. Я выпил холодной воды, у меня заболело горло, прямая ассоциация, не буду пить холодную, не буду есть мороженое, да, а к сожалению, вот с тем питанием, о котором мы говорим, нет такой прямой ассоциации, и очень трудно исправить, изменить пищевые привычки у человека, да, он говорит, что, да я так всю жизнь питался, ну и что, что диабет, я всю жизнь питался, но народ не знает, что этот диабет, он формируется десятилетиями, да, даже онкология, которая связана с питанием, тоже формируется десятилетиями, не то, что вот выявили рак, значит, где-то в течение этого года я заболел, нет, это, анамнез этот плохой тянется и 10, и 20 лет назад, вот что, надо человеку помнить, и поэтому еще раз повторяю, да, вы провели этот Новый год, да, вы почувствовали какое-то утомление, да, значит, на следующий праздник, в следующий Новый год, ну, уменьшите немного, да, владейте ситуацией, умейте идею управлять, в том числе, управлять своим здоровьем, это очень важный момент. Еще один вопрос, Николай Петрович, существует многообразие различных диет сейчас, да, и все ударяются у нас, как правило, после новогодних праздников в эти диеты, вот расскажите, какие последствия от резкого переставания, да, так скажем, кушать вкусно? Да, ну, кушать вкусно, конечно, если человек привык к своему питанию, если он хочет, то изменить, конечно, это тяжело, это так же тяжело, как у человека отказаться от табакокурения, или человек, который привык употреблять алкоголь каждый день вечером, бытовое пьянство, ему трудно себя изменить. Точно так же и в питании есть такое понятие, как пищевое пьянство, представляете, пищевое пьянство, то есть человек, вот за столом, если он не съест с чего-то, он себя будет плохо чувствовать, он будет ходить кругом, если увидят конфету, шоколадку, пока все не съест, он не успокоится, да, конечно, это очень тяжело изменить, но надо, 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 потому что все-таки надо думать о здоровье, и более того, не только о своем личном здоровье, здоровье, но то, как мы себя ведем, наше поведение, наше питание сказывается на здоровье наших детей и внуков, вот она, в чем проблема, вот об этом надо задуматься, да, а не то, что я сейчас поел, мне хорошо, вот, мне замечательно, а дальше что? Вы думаете о своих детях и внуках? А есть такая наука, эпигенетика, которая говорит, да, как вы себя ведете, таково будет здоровье ваших детей и внуков, вот это, я думаю, должно быть главное у человека, потому что мы от животного отличаемся все-таки тем, что мы здравомышлящие, можем управлять своими эмоциями, да, и должны управлять своими эмоциями, но не надо вот так вот жестко, этого нет, да, да, послабления, они должны быть небольшие, незначительные, но управляемые, не надо сразу пришли вы на Новый год и там 200-300 грамм вкусного торта съели, ну, съешьте 50 грамм-то с несладким чаем или кофе, да, и все будет хорошо, точно так же и с алкоголем, ну, не надо напиваться до безобразия. Ну, да, традиция столов-то, на самом деле, ее можно же менять, учитывая то, что сейчас имеют детей, там, да, маленьких, можно прививать им уже новый какой-то стол, восприятие стола, и это зависит уже от родителей, которые могут это транслировать дальше, пусть там у бабушки, дедушки, они там видят еще советский такой стол, новогодние подарки, огромное количество сладкого, да, сладкого, новогодние подарки, вот эти тоже, как бы, собственно, большие шоколадные подарки, в большом количестве, детям очень сложно отказаться от сладкого, и они плохо себя контролируют, да, взрослые мы умеем контролировать, но контроль за эмоциями, контроль за поведением, 7 лет только начинается у детей, и, соответственно, до 7 лет все-таки это ответственность родителей, какие подарки шоколадные, там, да, они дарят детям, и давай, дари там 2 килограмма шоколадных подарков, и ждать, что там ребенок до 7 лет будет контролировать себя, там, не ешь много, там, дай, чтобы он там не обсыпал его всего, там, за праздник, это невозможно, взрослые-то дети, там, повзрослевшие, тоже себя тяжело контролируют, и, да, и сами взрослые тяжело контролируют себя, в сладком, там, уже для детей, они дарили там меньше, там, в меньшем количестве сладкие подарки, столы делали там, да, более облегченные или более изысканные, там, каких-то там особый какой-то вкус новый добавляли, и самое главное в праздниках, в новогодних, мне кажется, и это очень полезно, это когда родители вместе с детьми занимаются чем-то интересным, то есть они во что-то играют, они бегают, они прыгают, они танцуют, то есть когда родители позволяют себе сами стать немножко детьми на празднике, расслабиться чуть-чуть, не быть такими серьезными, вот стол, все сели, сидим, там, выпиваем, послушали президента, нет, а поиграли, огромное количество настольных игр сейчас в моде, это позволяет, правда, и выстраивать контакт, а ведь эти 9 дней, там, 10, да, фактически, позволило, ну, тем, кто включен в семейную систему, выстроить хорошие отношения с детьми, потому что у нас была уникальная возможность побыть с детками, поиграть с ними, наговориться, наконец-таки, дети получили в полное распоряжение родителей, которым вечно некогда, да, то они в гаджетах, то в работе, то еще где-то, не смогли что-то поделать вместе, и для детей, на самом деле, когда родители включены, это уникальное время, время, когда родители их, если родители, конечно, включены в это общее, и тогда интереса больше не в еде, а в впечатлениях, в эмоциях, в особенности, и традиционно, мне кажется, здорово, если в России появится такая вещь, как новогодние праздники, как какое семейное время, побыть всем вместе, повеселиться, пообщаться, сходить к тем же бабушкам, дедушкам, или к друзьям, видеть, что есть семья, в семье, в которой не только едят, но там делают что-то вместе веселое, конечно, к сожалению, снеговиков... первого января. Наверное, есть и такие. Да, отсутствие снега в этом году всех, я думаю, расстроило, невозможности лепить снежные бабы, но тем не менее, мои дети умудрились накататься на ватрушках, где и как, они умудрялись, но мы как-то словили куски, когда это правда было возможно. И это то, что дает ощущение праздника не меньше, чем еда. И мне кажется, это такая важная вещь. Да, это важный момент, действительно, потому что мы очень много внимания уделяем питанию, стола, чтобы он ломился от разнообразия. А вот, да, чисто психологическое общение, дети, родители, бабушки и дедушки и совместное времяпровождение, и не надо, вот, как бы, дети, да, спуститесь на их уровень, поиграйте, есть замечательные железные дороги, можно собирать лего, там, конструкции разнообразные, вы вспомните, и вам будет это полезно для здоровья, чем все остальное, все время сидеть за столом и вот на взрослые темы говорить серьезным видом, да, спуститесь на уровень детей, и вам это поможет психологически. Андрей, а вот как вы проводите праздники? Абсолютно так, я полностью согласен, что вообще концентрироваться на еде не стоит. В этом году мы решили не делать новогодний стол, мы собрались с друзьями, мы не делали новогодний стол такой вот в типичном понимании, то есть вот он неланес, мы сделали, у нас было пара салатов, просто как дань традициям, просто повеселиться, но это забавно, сделать вот в какой-то такой салат традиционный, мы сделали мимозу, и он стоял у нас такой одинокий, одинокая мимоза на столе, остальное были разные классные закуски, было много фруктов, и мы веселились, мы не концентрировались на том, что надо сидеть и есть, мы смотрели, что-то веселое, в какой-то момент я вышел, я сделал друзьям сюрприз, до этого я подготовил мешок подарков, я накупил всяких таких красивых сладких подарков, там с медвежатами, все такое, я нарядился в костюм Санта-Клауса, надел бороду, они ничего этого не знали, они думали, что я вышел, может по телефону поговорить или с кем-то, они сидели, вообще ничего не ожидая, я зашел в комнату, сказал, ну что, друзья, всех с Новым годом, давайте, поставил стул посередине, это все, ну люди, это там 27, там 35, вот, я поставил стул посередине и сказал, ну что, там мальчик Саша, выходи, вставай на табуретку, пожалуйста, хочешь подарок, ты хорошо себя вел в этом году, мне ставили сценки, мне читали «Войну и мир» наизусть, мне делали сценку из, да, конечно, чтобы ты получил подарок, нужно мне, Дедушке Морозу, отчитаться о том, во-первых, как хорошо ты себя вел и сделать что-то, какую-то самодеятельность, и вот из 12 стульев мне ставили сценку, потом одна девочка поздравляла всех с Новым годом, каждого, выдумывая под каждого специальное поздравление, такое, да, и это было круто, они записывали это все, показывали в прямом эфире, они этого не ожидали, вот праздник и настроение, потому что, ну вот это сидеть, я думаю, просто тенденция сейчас такая, что у молодежи, по крайней мере, ну вот, я не знаю, у моего поколения точно есть потребность просто как-то запоминающейся провести эти праздники, что-то оригинальное и что-то такое необычное, что было потом вспомнить, вот, вряд ли мы потом будем сидеть в феврале и вспоминать, блин, вот я съел оливье так много, как вкусно, какое оливье, целый таз крабового салата у меня был, нет, нет, зато я думаю, что мои друзья вспомнят про то, как к ним приходил Санта-Клаус, которого они не ждали, ну вот, мне кажется, так. Вамечательно. А вот у меня вопрос к вам, Елена, на рабочем месте-то как уже справляться с депрессией, вот вышел первый день на работу, настроение плохое, работать не хочется? Ну, во-первых, обязательно нужно постепенно входить в рабочий ритм, как бы то ни хотелось, наверное, слышать работу дателем, но все-таки постепенно, без резких там, да, скачков и усердия, разложить вещи, там, на столе, там, какие-то бумаги, там, папочки, ну, как бы обязательно расчистить стол для себя, там, поставить что-то красивое туда, попить чаю, больше, может быть, там, контактов наладить с коллегами, обсудить, как прошел Новый год, немножечко войти в этот режим, встретить тех людей, с которыми, да, работаешь, наладить с ними отношения, потому что все-таки перерыв был достаточно длительный, многие носят на работу то, что было недоедено в празднике, конечно, тут не стоит увлекаться этим, чтобы, собственно, как бы опять не набирать, да, этот вес, там, что есть такая тенденция, да, конфеты доносить, еще что-то, вот, дальше, как я уже говорила, важно все-таки в обеденный перерыв выходить на воздух, подышать воздухом, погулять, может быть, пройтись с коллегой, там, может быть, с подругой с какой-то, прогуляться в обеденный перерыв, может быть, поесть где-то, там, недалеко, там, да, от работы, если есть такая возможность, просто выпить кофе, сейчас-то везде, там, да, кофе-поинты есть, обязательно в эти дни не ставить для себя сверхзадач, столько, сколько смог я сделать, я сделал, хотя бы на 2-3 дня, и в следующую неделю уже более активно включаться в работу, и что важно тоже постараться не засиживаться на работе, то есть постараться больше активности включать в деятельность, там, для того, чтобы вовремя уходить с работы, потому что когда мы задерживаемся, у нас возникает, опять же, чувство вины и тревоги, как там домашние, особенно у женщин, и также про то, что если вы не успеваете что-то делать в рабочее время, скорее всего, вы где-то его там, ну, как бы тратите на другие вещи, ну, немножко проанализировать, что-никак, но самое главное, относиться к себе с такой слояльностью, вот в это время, и потихоньку вы войдете в обычный, ну, ритм жизни, это совершенно естественно, конечно, праздники достаточно длительные, и, конечно, не очень, наверное, хочется там дальше работать, но, тем не менее, наша жизнь, она же не может сойти за одних праздников. Они быстро прилетают очень. Это да. Николай Петрович, вот вопрос у меня к вам, как цитрусы, все-таки, влияют на наше настроение, мандарины, любим мы, постоянно кушать всякие. На наше настроение любая пища влияет, да, в том числе и мандарины, и апельсины, и оранжевого цвета, и зеленого, и красного цвета, и должно быть разнообразие. Вот нельзя мандаринами, ну, я скажу цифру, мы должны каждый день потреблять не меньше 400 грамм свежих овощей и фруктов, да, вот не надо, чтобы эти все 400 грамм были мандарины, апельсины и так далее. Разнообразие. Не менее пяти видов. И раз, и второе, в каждый прием пищи что-то надо съесть, фрукты или овощ, да, и желательно, чтобы эти мандарины, апельсины были выращены в месте вашего проживания. Но не надо что-то из Африки везти, из других континентов, из далеких, да, вот там киви зеленые, еще что-то такое, не наше. А лучше наши фрукты, потому что это установка Всемирной Организации Здравоохранения. Или там в Америке есть, вы спрашивали про диеты, диета стамиль. Вот все, что в пределах стамиль выращено, это ваши продукты, они пойдут вам на здоровье. Все, что дальше, условно, далекие, да. И поэтому, ну вот вы задавали, Глеб, вопрос про диеты, да, я его упустил, сейчас вспомнил. Диета, мне слово не нравится. Диеты, они, так скажем, кратковременные, они постоянные, потому что, если вы будете соблюдать любую новомодную диету, у нее будут ограничения. Есть диеты углеводные, есть диеты белковые, ну не должен человек питаться одним белком, страдают почки, страдают другие, проблемы, или фитнесом человек занимается, вот он протеины принимает, да это ужасно. Мы вредим, в том числе и почкам, потому что организм рассчитан на переработку определенного количества белка, скажем, один грамм на килограмм нормальной массы тела, а если будет два поступать грамм на килограмм массы тела, естественно, организм от этого страдает. Или много сладкого, да, или молочные продукты целый день. Нет, человек должен получать разнообразие, поэтому сейчас медиками и учеными культивируется здоровый образ жизни. Здоровое питание. Здоровое питание, оно и при любой болезни, и при повышенном давлении, и при диабете, и при заболеваниях органов пищеварения, все здоровое питание с индивидуальной непереносимостью. Да, какой-то продукт не переносите, черный хлеб, но не надо заменить его серым хлебом, да, заменить другими видами хлеба, но все равно основа это здоровое питание, но не как новомодные диеты. Хотя, последние веяния говорят о том, что есть такая персонифицированная диета, это когда исследуются ваши гены, и тогда по генам мы уже точно знаем, например, вот вы, Елена, упоминали про кофе, да, вот сколько человек может выпить кофе? Мы так точно не можем ответить, я сходу. А если будет генетическое исследование, они показывают, что когда, если кофеин быстро перерабатывается, можно там три чашечки кофе, три чайные ложечки кофе не во вред здоровью употребить. Если кофеин медленно перерабатывается, не больше одной чашечки в день, а некоторые и пять, и десять употребляют, да, потом спрашивается, откуда проблемы? А это уже внутри генетика, да, как ваш генотип перерабатывает ту или иную пищу. Поэтому нельзя вот сказать, а вон мой сосед и ест все время, и он такой тонкий-тонкий, а я почти не ем, и я полная-полная. Мы не знаем свою генетику. У нас разброс в калорийности в основном обмене до 20%. У кого минус 20%, у кого плюс 20%. Нельзя равняться на соседей и на других. Да, все индивидуально. Гормональный фон тоже. Да, и гормональный фон. Одно дело молодые люди, одно дело подростки, одно дело, когда человек из-за 60. Подростки, у них там, конечно, растущий организм, у них калории надо потреблять значительно больше. Переверемся на небольшую рекламу, сразу после нее будем уже подводить итоги. В студии «Тема дня». Мы продолжаем разговор о последствиях новогодних каникул и, наверное, уже будем подводить итоги. И, буквально, коллеги, по одной минутке несколько слов пожеланий нашим телезрителям, как все-таки справиться с этими последствиями. Ну, я бы к всему тому, что я уже сказала, добавила бы, чтобы соблюдали режим сна. Это крайне важно. И в течение всех праздников было достаточно сложно уснуть. Я думаю, что многие это заметили за счет того, что постоянно были салюты, люди, которые ходят там под окнами, разговаривают. Конечно, важно проветривание перед сном, закрывание форточки, желательно затемнение тоже окон, чтобы была возможность выспаться, потому что засыпает человек тогда, когда достаточно темно. По последним исследованиям важно, чтобы хотя бы за час-полтора не пользоваться гаджетами, лучше почитать книгу даже, или просто, в общем-то, полежать в темноте. Есть сейчас много медитаций в интернете, может быть, какие-то расслабляющие медитации послушать перед сном, для того, чтобы настроиться, восстановить режим сна. Это крайне важно. Николай Петрович сказал, кофе хотелось бы добавить о том, что стимуляторы сейчас, конечно, очень нежелательны, хотя человек будет стремиться к тому, чтобы употреблять стимуляторы этой кофе и напитки энергетические. Конечно, лучше воздержаться от этого, для того, чтобы восстановить, опять же, режим сна, для того, чтобы отдохнуть. Кроме этого, у нас есть прекрасные напитки, кроме кофе, которые позволяют нам утолять жажду или, в общем-то, разговаривать, такие как чьи, в том числе, травяные чьи. И психологически крайне тоже важно, мне кажется, это общение с друзьями, восстановление контактов с естественных, привычных, с коллегами по работе, потому что мы чаще общаемся, быстро бывает с ними больше, восстановление своих физической активности, в общем-то, прихождение к обычному ритму жизни и, собственно, как бы такому, скажем, радостным воспоминаниям, знаниям о Новом Годе. Андрей, у вас какие советы? Очень часто я говорю, вот этот совет в каких-то выступлениях или интервью, я всегда говорю, пожалуйста, не бойтесь экспериментировать и всегда будьте открыты к чему-то новому, потому что, я говорю про еду, потому что это моя вотчина, если у вас, вот, Новый Год, это для вас, для многих важный праздник, подходите к этому творчески. Вот сегодня, в этом Новом Году, вы делаете вот такой стол и делаете, допустим, все белое оформление, какие-то белые блюда, например, это вот был тренд этого года, просто я видел такое. В следующем вы делаете экологичное что-то, делаете еще через, там, два года, вы делаете, там, стол из местных продуктов. Если вы зовете друзей к себе, да, или вы, там, готовите стол для кого-то, всегда будьте открыты и делайте что-то интересное, такое, что запомнится вам, запомнится вашим гостям. Не нужно постоянно, никто не говорит вам обязательно, нет такого правила, которое говорит, что каждый год нужно делать вот эти вещи и объесться, пока ты не потеряешь сознание и не попадешь под стол. Нет, надо делать что-то такое и всегда быть открытым для чего-то нового, не бояться экспериментировать. Николай Петрович. Да, я вот хочу сказать, обратить внимание, что человек коллективное существо и легче всего ему изменить, в том числе и питание, в коллективе. Ну, семья, коллектив, да, начните постепенно, это будет полезно и для остальных членов семьи, потому что наше здоровье как раз определяется вот семейными ценностями, семейными привычками, вкусовыми привычками. И в этой части, конечно, большое значение имеет жена, женщина, поскольку они ходят в магазины, покупают, что-то делают. Это один аспект. И второй аспект, ну, третья часть проходит в работе, и поэтому корпоративное, вот вы друг друга можете угощать теми или иными салатами здорового питания, когда совместное употребление пищи на работе тоже и сплачивает коллектив, и в том числе формируется вот потребление здоровых продуктов питания. Напоминаю, что в эфире была программа «Тема дня». Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...